В чатах, кто меня не слышит и не видит, просьба обновить страницу или попробовать зайти по данной ссылке вебинара в другой браузер. Если и это не помогает, пожалуйста, перезагрузите компьютер. Также просьба людей в чатах, если кого-то увидите, кто-то будет писать у нас, что кого-то какие-то неполадки, либо не видит, не слышит, пожалуйста, также напишите ему в чат, потому что он меня, соответственно, не слышит, чтобы этот человек обновил страницу, либо зашел и попробовал через другой браузер, потому что такие моменты бывают. Окей, так, давайте начинать. Время по Москве там 12.08, да уже? Окей, супер, друзья, всех приветствую, у нас больше 100 человек, сегодня 111. Давайте начинать презентацию блокчейн-фонда. И сегодня я постараюсь более подробнее рассказать о нашем институционном предложении, более коротко расскажу о партнерской программе, вернее покажу, кто как и сколько у нас уже здесь зарабатывать именно по партнерской программе. То есть сейчас покажу там определенные цифры и факты. Итак, немного о нас. Меня зовут Кирилл Мужиков, я соучредитель блокчейн-фонда. Также мой партнер, предприниматель, очень хороший человек, мой друг Андрей Кирпухов, президент блокчейн-фонда. Мы создали этот фонд. До этого около двух лет назад мы начали, вернее, три года назад начали интересоваться криптовалютой. Два года уже плотно занимаемся криптовалютой. И уже где-то 20 месяцев назад мы начали совершать первые торговые операции по криптовалютам. То есть вначале это были наши собственные средства, да, то есть мы торговали на своих собственных счетах. Чуть позже мы начали торговать на счетах крупных инвесторов. И в августе 2017 года мы, собственно говоря, начали работать с ритейлом и начали принимать деньги от 100 долларов. То есть это было с августа 2017 года. То есть у нас есть уже история, бэкграунд больше 20 месяцев. Мы можем показать всю историю сделок и так далее. Для чего, к сожалению, ну или к счастью, для нас и наших партнеров нету у других участников данного рынка. Так, презентацию видно, да, друзья? Презентацию видно, да, у нас? Я могу ее вывести на полный экран для вашего удобства. Окей, вот так лучше. Все, давайте пойдем дальше. Итак, мы провели статистику и аналитику за первое полугодие 2017 года. И статистика, аналитика следующая. То есть, понятно, что какая из инвестиций была самая прибыльная за первое полугодие 2017 года. Какие основные, самые популярные вообще инвестиции, куда люди инвестируют деньги. Ну, самый популярный в России или в СНГ, там, это вклад в местный какой-то банк в национальной валюте. Да, в данном случае, если речь говорить про Россию, то это там депозит рубля. Депозит рубля в среднем в России дает порядка 7-9% годовых. Другой следующий инструмент для инвестирования, это, скажем так, общий, широко, если назвать это, акций зарубежных компаний. Здесь, в нашем случае, представлен индекс S&P 500. Это топ крупнейших американских компаний, топ 500. Вот, обычно этот индекс дает за год порядка 17% годовых в среднем, да. Но в этом году была там просадка, соответственно, он дал в этом году, там, за первое полугодие, в данном случае, 17-го года меньше. Второй, следующий, вернее, по популярности инструмент инвестирования, это депозит в иностранной валюте, в евро или в доллары, да, в данном случае. Депозит в евро или в долларах. В России, там, Кеньков, по-моему, дает 0,2% в долларах на депозит в за год. Ну, и, соответственно, в евро примерно такая же аналогичная история. Дальше у нас идут также популярные инструменты инвестирования недвижимость, слиток золота и нефть. И, к сожалению, за первое полугодие 17-го года все эти инструменты были в минусе. По недвижимости могу сказать, по Москве официальная статистика на сентябрь месяц, ну, соответственно, с января по сентябрь 17-го года в Москве минус 17,2% была недвижимость в Москве. То есть, ну, упала на 17%. Золото тоже в минусе, нефть, соответственно, за полугодие тоже в минусе. Окей, идем дальше. Так, у меня слайды чуть-чуть. И, соответственно, мы на сегодняшний день рынку предлагаем основных три инструмента для инвестирования. Первый основной инструмент, который работает сейчас, который у нас уже работает успешно 20 месяцев, это доверительное управление активами на рынке криптовалют или трейдинг. То есть, об этом сейчас мы поговорим поподробнее, детальнее. Вторые два инструмента сейчас коротко и мягкость. То есть, второй инструмент для инвестирования – это инвестиции в ICO. Это тоже в последнее время довольно популярный инструмент для инвестирования на рынке криптовалют, на рынке блокчейна. ICO – это, скажем так, стартапы на коинах, которые, соответственно, запускаются. Какая-то команда, запуская стартап, публично говорит об этом на своем сайте, что у нас вот такой-то стартап, такая-то идея, так-то мы будем, соответственно, зарабатывать. И объявляет, когда они, соответственно, будут на уровне вот этого стартапа, да, соответственно, принимать деньги. Соответственно, задача инвестора – купить, грубо говоря, акции, да, в нашем случае это коины или токены данного стартапа, когда он еще, грубо говоря, не реализовался, его еще практически нет. Вот, и потом, когда этот стартап выйдет на биржу, продать эти акции, да, желательно многократно увеличив свой вклад, да, то есть, к примеру, вы купили одну акцию за один доллар, когда стартап выйдет на биржу, он будет там торговаться по два, по три, по пять, по десять долларов, да, и вы, соответственно, многократно это увеличите. Какие плюсы и минусы, да, ICO? Плюсы в том, что вы заходите на самом практически раннем этапе, да, становления компании, вы покупаете акции по самой минимальной цене, да, или токены по самой минимальной цене, и вы рассчитываете, как я уже сказал, многократно увеличить, то есть, быстрый рост, многократный рост. Ну, какие здесь минусы? Минусы, то, что это, ну, стартап. Второй минус, что ваши деньги не ликвидны, то есть, если вы сегодня купили, завтра вы ваши токены продать не можете, то есть, вы вынуждены ждать, пока это ICO выйдет на рынок или на биржу, только тогда вы можете продать и получить деньги. Следующий момент – это срок. Срок инвестиций в ICO обычно 3, 6, 9, а то и 12 месяцев, да, то есть, нужно ждать, пока это ICO выйдет на рынок или на биржу, но какие-то ICO, надо понимать, вообще не выйдут на рынок или на биржу. И в ICO статистика, в принципе, точно такая же, как и на классическом рынке стартапов. Хорошо, если из 10 стартапов выстреливают 2, и здесь ситуация, в принципе, аналогичная. Ну, это вот такие минусы из ICO. Следующий, третий продукт – это 24% годовых гарантированно. Этот продукт сделан именно для тех людей, кто уже не хочет рисковать, для тех людей, у которых уже есть деньги, им уже не надо умножать деньги. Задача этой аудитории уже просто их сохранить. Задача, чтобы у них прибыль на их капитал была немножко выше инфляции. Вот и все. Этот продукт сделан именно для них. Депозит 24% годовых в долларах гарантированно. Вопрос, чем гарантирует фонд такой депозит, а гарантирует фонд такой депозит нашим резервным фондам. То есть, с любой прибыли компании фонд выделяет 10% резервный фонд. И, соответственно, за счет этого резервного фонда и есть гарантии. Так, окей, давайте пойдем дальше. Блокчейн фонд, цифры и факты. Как я уже сказал, с 1 мая 2016 года по 1 мая 2017 года фонд сделал 937% в долларах. Я сказал, что мы начали работать еще с 2016 года, а биткоин, для понимания, с этого же времени вырастет всего лишь на 304%. Сразу отвечу на вопрос, собственно говоря, а зачем мне нужен фонд, если я сам могу вложиться в биткоин и, соответственно, получать на этом очень-очень хорошую прибыль. Да, это уже хорошо, если вы купите биткоин, он, ну, бывает, растет, бывает, сильно растет, бывает, падает. Но в фонде более стабильно, более надежно. Почему? Потому что в фонде работают трейдеры и управляющие, раскладывают все ваши деньги по различным криптовалютным активам. И фактически, когда вы отдаете деньги в фонд, в управление, вы покупаете целый набор, вернее, топ потенциально растущих криптовалют. За это их, соответственно, за вас выбирают профессиональные трейдеры и управляющие. Поэтому и прибыль в долгосрочном, в долгосроке, да, скажем так, опережает прибыль самого биткоина, как это было в прошлом году. В этом году, соответственно, мы где-то в два или в два с половиной раза опередили прибыль также по биткоину. Опыт инвестирования нашей команды более 15 лет. До 8 тысяч процентов мы заработали на некоторых сделках. Дальше. Прозрачность и отчетность. Очень важный момент, чего нету, к сожалению, в других компаниях. И обязательно, если вам предлагают какое-то институционное предложение, пожалуйста, смотрите именно вот эти два важные пункта. Прозрачность и отчетность. Обязательно просите экономическую модель, да, то есть откуда, собственно говоря, у вас берутся деньги, за счет чего вы выплачиваете. И, соответственно, раз вам расскажут экономическую модель, пожалуйста, просите отчетность. То есть покажите, на чем вы делаете деньги. Какие-то торговые операции вы совершаете, что-то покупаете, заводы, пароходы, самолеты и так далее, или вы торгуете, то есть, пожалуйста, просите отчеты об этом всем. Дальше мы торгуем на 7 бирж партнеров из топ-10, то есть самые большие капитализации. На сегодняшний день уже более, по-моему, 9,5 тысяч инвесторов у нас в фонде, и с каждым инвестором заключается договор. Это стандартный классический договор доверительного управления, такой же, как в стандартных классических инвестиционных компаниях. Допустим, в России одна из самых крупных – это БКС, Бокер Кредит Сервис, Анкор Инвест и так далее. Доходность нашего фонда за последние месяцы – за май 179, за июль 39, за июль 16, за август 61, за сентябрь 7, за октябрь 29, за ноябрь 52. И недавно мы отчитались за прошлый месяц, за декабрь, доходность составила 48,56%. Вот это доходность, соответственно, по месяцам. Также есть доходность с учетом капитализации. Что это значит? Если бы вы положили деньги и держали бы их, не снимали бы деньги в нашем фонде, вот этот график можно доходности фонда, он размещен на нашем сайте, сайт b.fiz.fond.io. И с 1 мая 17-го года мы начали мерить нашу доходность ежедневно. Да, и вот тут видно, что доходность с 1 мая по 1 января 2018 года с учетом капитализации, друзья, обратите внимание, составила 2432%. Представляете, 2432%. Я уже бизнесом занимаюсь, сейчас скажу сколько, 13 лет, и я на сегодняшний день не знаю ни одного такого бизнеса, который бы за, сколько, 8 месяцев принес бы 2432%. Это представьте, вы деньги положили в мае, они у вас выросли в 24 раза. В 24 раза, друзья, выросли ваши деньги. Если объяснить простым языком, для мужчин вы купили одну машину 1 мая, для девушек вы купили одну шубу 1 мая, а к 1 января уже у вас 24 машины в гараже, а у девушек 24 шубы в гардеробе. Представляете, вот такой вот у нас бизнес. Круче я еще не видел. Я общаюсь очень со многими людьми, с нашими знакомыми, и вот на рынке криптовалют очень и очень много наших людей, знакомых, близких, заработали просто целое состояние. И практически все в один голос говорят, что такого бизнеса еще ни у кого за всю их историю не было. Это что касаемо молодых людей, кому по 18, по 20, по 24 года, что касаемо тех людей, кому уже за 50 и за 60. Они за последний год, за последние полтора, за последние два года заработали столько, сколько они зарабатывали за всю свою жизнь. Вот такой вот интересный аренок криптовалют, друзья. Окей. Давайте пойдем дальше. Что у нас дальше? Вот это как раз о том, что я говорил, по прозрачности и отчетности. Как я уже сказал, деньги, соответственно, у фонда работают. Давайте немножко расскажу про это чуть подробнее, вставочку, ремарочку сделаем. Все деньги, которые вы инвестируете в фонд, а деньги мы принимаем только в криптовалюте, то есть ввод в биткоинах и ввод в биткоинах. Но фонд работает относительно доллара. Задача фонда – сделать прибыль инвестору, соответственно, в долларах. После того, как в фонд попадают деньги, они распределяются по разным корзинам, по разным направлениям. Первое – где находятся наши деньги? Первое – деньги инвесторов находятся в холодном хранении, в холодных кошельках, в различных криптовалютах. Вторая часть денег находится на биржах. Соответственно, почему деньги на биржах? Потому что мы можем там совершать торговые операции, покупать и продавать. Также внутри каждой биржи есть несколько аккаунтов. Сейчас я вам также все покажу. Соответственно, за счет чего фонд зарабатывает? Фонд зарабатывает за счет роста криптовалютных активов и за счет, соответственно, трейдинга. И у фонда ежедневная отчетность. Соответственно, вы инвестировали сегодня 10 тысяч долларов, завтра заходите в личный кабинет. У вас, видите, уже на счету не 10 тысяч долларов, а 11, к примеру. Дальше 11100, 11300, 11500. Вы ежедневно видите, как изменяется ваш баланс. На предыдущем слайде я показывал. Фонд ежедневно меряет, соответственно, свою доходность. Это функция смарт-контракта. Полностью смарт-контракт был внедрём уже в следующем году. Постепенно мы у него и его внедряем. Соответственно, смарт-контракт раз в сутки заходит на все наши аккаунты, на все наши биржи. Смотрит, сколько там всего денег. К примеру, сегодня зашёл смарт-контракт. Это наш токен на все наши абсолютные биржи. Посмотрит, сколько у нас денег. К примеру, сегодня на всех биржах, на всех аккаунтах суммарно 100 тысяч долларов. Окей. Зашёл завтра. Посмотрит, сколько там денег. К примеру, завтра осталось 110 тысяч долларов. Соответственно, что вы можете на графике видеть, как график вырос на 10%. А у каждого инвестера в кабинете отобразится его баланс плюс 10%. То есть, сегодня у вас 10 тысяч долларов на балансе, завтра зашли, завтра 110. Вернее, было 10, стало 11. Потом зашли, стало 11, 100, 11, 300 и так далее. Каждый день вы видите, каждый день инвестер видит, как изменяются у вас деньги. У фонда ежемесячный отчётный период. Соответственно, через месяц вы можете снять, вот это тоже очень важный момент, как процент с вашего вклада, то есть вашу прибыль, вашу профит, так и ваше тело. Что также я не видел ещё ни одной, скажем так, инвест какой-то компании, которая позволяла бы через месяц снять как процент, так и, собственно говоря, всё тело. Это пример биржи Кракен. На Кракен находится, соответственно, один из наших аккаунтов. Вы можете здесь видеть, где находятся ваши деньги. Здесь, соответственно, представлено USD$, где их находятся в долларе. Какие-то наборы криптовалютных активов, где сейчас находятся деньги. Это Lumen, Litecoin, Economy, ETH, Classic, ETH, Bitcoin Cash, сам Bitcoin. Общая сумма на данном аккаунте 1 миллион 124 тысячи долларов. Следующий пример биржи – это биржа Polonix, также одна из самых популярных бирж в России, в СНГ. На ней находится 601 тысяча долларов. Ниже, видите, набор криптовалютных активов, которые находятся там. Дальше идём. Следующая биржа – Bittrex. На ней 875 тысяч долларов. Также ниже набор криптовалютных активов, которые находятся там. Окей. Дальше – это пример как раз одного из кошельков – кошелёк Blockchain.info. Кто, кстати, хочет завести себе кошелёк, да, и купить где-то биткоины, совершать какие-то транзакции – вот всем рекомендую данный кошелёк. Сайт написан – Blockchain.info. Туда заходите, можете открыть кошелёк, купить биткоины. Также там есть сейчас поддержка и эфиромы, и недавно добавили поддержку Bitcoin Cash. Соответственно, также вы можете этим кошельком пользоваться. Довольно удобный. В нём есть русскоязычный интерфейс, и мало того, есть мобильное приложение в данном кошельке. Здесь видно, что у нас находится 106 биткоинов, 97 эфиромы, и общая сумма – 620 тысяч долларов на данном кошельке. Далее идём. Это вот как раз одна из самых важных моментов примеров сделок. Я понимаю, кому-то сейчас, может, не видно, но я постараюсь прокомментировать. Самый нижний, если посмотрите, вот самый первый столбик – это BTS к BTC. Это криптовалютная пара, BitShares к биткоину. Дальше следующий столбик – это Buy Sell. Это, значит, покупка или продажа. То есть трейдер либо покупал, либо продавал данную криптовалюту. Дальше четвёртый столбик – это цена, по которой он продавал. И последний столбик для нас важен – это, соответственно, дата. То есть видите, самая внизу, да, снизу. Самая первая сделка – BTS, BTC, Buy. То есть была покупка, купили эту криптовалюту. Четвёртый столбик – по цене 1000 сатоши. Смотрим, когда последний столбик – 2-го, 0-5-го, её купили. Дальше идёт выше две сделки – Sell, Sell. То есть дальше трейдер её продал. Четвёртый столбик – по какой цене? То есть по 1000 он купил, по 1225 продал и по 1500 продал. Смотрим, когда 2-го числа купил, 5-го числа продал. То есть за три дня, соответственно, трейдер заработал сначала 22%, а потом 50% на данной криптовалюте, да, профит за три дня всего. Дальше опять идёт buy, 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 buy. То есть идёт покупка, покупка, покупка этой криптовалюты. По цене – 230, 2209, 2190, 2200 и так далее. Это было там 9-го, 10-го числа. И дальше идёт Sell, Sell. Уже по цене 3,800, 3,900 и даже 4. А какого смотрим числа? 19-го, 20-го. То есть через 9-10 дней трейдер продаёт данную криптовалюту. И где-то в среднем по сделкам профит составляет 74%. То есть вот вопрос, откуда берутся деньги. Дальше, соответственно, следующий слайд. Также идёт buy, buy, buy покупка. По цене 3,500, 3,400, 2,000 и даже есть покупка по 1190 купила. Дальше идёт Sell. А Sell уже идёт продажа по 11,000, 11,800 и даже по 15,000, обратите внимание, идёт продажа. Смотрим даты 24.05, 27.05 покупка и там 10.06 и 13.06 продажа. То есть через 16-19 дней трейдер продаёт данную криптовалюту. И мы видим, что профит по сделкам достигал 760%. Представляете, за 16-19 дней 760% в биткоине. Если ещё посмотреть к доллару, то к доллару ещё будет больше. Вот, собственно говоря, вам откуда берутся сделки. Также обратите внимание, все скрины и сделки сделаны с наших счетов. Как это можно проверить, что это с наших счетов? Мы в режиме онлайн показываем это на всех наших лайф, то есть на всех наших живых презентациях, где мы проводим, да, на конференциях. Также и на вебинарах вопрос-ответ, которые проходят каждую неделю. Вот вчера, например, проходил такой вебинар, но вчера я не показывал, но позапрошлая неделя. Соответственно, чтобы убедиться, что это наши счета и скрины сделаны с наших счетов, вы можете посетить любое наше оффлайн мероприятие с участием руководства компании. И там это всё дело мы показываем, можно посмотреть. Также можно индивидуально, если вы инвестор от 100 или от 500 тысяч долларов, подъехать к нам в офис. Центральный офис находится в Москве, в Москве-сити. И, соответственно, всё это дело посмотреть и убедиться. Мы очень много путешествуем. Сейчас покажу, где были у нас мероприятия и наших мероприятиях, и выставках, конференциях также это всё можно посмотреть, также мы это всё дело показываем. Окей, идём дальше. Ту прибыль, которую показывал фонд, я вам показывал ежемесячно, это общая прибыль. Инвестор, соответственно, получает только часть или долю этой прибыли. Вот таблица распределения прибыли. Как я уже сказал, с 1 августа мы начали работать с ритейлом. И мы начали работать от 100 долларов. То есть, фактически, в наш фонд может инвестировать любой человек, имея 100 долларов в кармане. Ну, что такое на сегодняшний день 100 долларов? 100 долларов – это там, ну, вечером можно сходить с семьёй поужиной. То есть, фактически, может позволить себе любой человек являться инвестором нашего фонда. Если у вас сумма инвестиций, да, сейчас смотрим по таблице, от 100 долларов до 2,5, то вы получаете 40%. Видите, вторая строчка «инвестор». Инвестор получает 40% от той прибыли, которую сделает фонд. А фонд, соответственно, за успех или за управление забирает себе 60. И так далее. И обрели внимание, чем выше сумма инвестиций у вас, тем больший процент распределения прибыли получаете вы. Самые, конечно, выгодные условия для инвестиций – это, если у вас более 5 миллионов долларов, вы уже получаете 70% от той прибыли, которую сделал фонд, а фонд забирает себе за успех, за управление. Вы еще раз видали меня сейчас. Окей, окей, все супер, идем дальше. Запускаем слайды. И самый интересный слайд для инвесторов. Если бы вы вложили 100 тысяч долларов в мае 2016 года, то сегодня ваш доход составил бы 702 тысячи долларов. Ну и пример расчета. Вклад – 100 тысяч долларов. Как в слайдах я уже сказал, с 1 мая 2016-го, 1 мая 2017 года мы сделали 937% долларов. Комиссия фонда за управление ставила бы 25. И, соответственно, 100 тысяч долларов плюс профит. Итого у вас было бы 802 тысячи долларов. Если, друзья, посчитать на сегодняшний день, да, то есть добавить вот все те проценты, которые мы сделали с мая по декабрь, да, по январь. По январь я еще не считал, но, по-моему, мы считали по ноябрь, да, по ноябрь. Если бы вы вложили 100 тысяч долларов 1 мая 2016 года, то по ноябрь 2017 года ваша сумма бы составила 5,5 миллионов долларов примерно. Это за вычетом процентов за управление, которое, ну, соответственно, берет фонд, то есть за вычетом комиссии фонда. Вот такая бешеная сумасшедшая доходность на сегодняшний день есть у инвесторов. Вот. Но это к вопросу, когда надо было вкладывать в фонд деньги? Еще вчера, а лучше бы в мае того года. Окей, идем дальше, друзья. Какие у нас следующие? Вот. Блокчейн фонд является профессионалом рынка криптовалют, профессионалом блокчейн-конференции. Мы участвуем практически на всех блокчейн-конференциях в России и в СНГ. Также мы участвуем, ну, на разных других каких-то конференциях. Также вы можете видеть, вот на данном слайде представлены наши последние конференции. Там слева вверху давайте пойдем, это криптоспейс, который был в Москве, в Сколково. Фонд являлся там, соответственно, участником конференции. Также мы выступали на сцене. Далее посередине, сверху, это 12-й инновационный конгресс, который проходил в Казахстане, в Алма-Ате. Мы также там были спикерами, да, на круглом столе там выступали. Справа, видите, это ШОС, да, это, то есть, все страны СНГ. Там также мы выступали, были спикерами. Слева, посередине, вы видите блокчейн «Новая нефть России», это мы выступали, организатором данной конференции был правительство республики Татарстан. Это проходило в Казани в августе, по-моему, месяце, соответственно, с участием президента Татарстана и с участием Виталия Кабутерина, создателем криптовалюты. Дальше, посередине, вы видите, наши партнеры со стендом участвуют на выставке, сейчас скажу, как она называлась, в Казахстане, в Алма-Ате. Дальше пойдем, забыл, как она называлась. Дальше Москва, как это называется, финансовая, в общем, выставка в Москве. Также мы являемся участниками данной конференции. Далее мы там в Уфе, вот на РБК выступали, в Уфе на Эхо Москвы. Нас призвали выступать дальше на Астана Медиа ВИК. Мы выступали, то есть, ну, фонд, иными словами, так как является персоналом данного рынка, выступает абсолютно на всех выставках, посвященной тематике блокчейна, посвященном криптовалютам. Также на всех каких-то экономических и финансовых выставках, на медиа-выставках, ну и так далее, и так далее. Соответственно, также вы можете это нас увидеть и услышать на всех вот абсолютно мероприятиях. Также рекомендую всем посещать наши мероприятия, чтобы, соответственно, познакомиться с руководством компании, с задать непосредственно все вопросы, увидеть все счета, все отчетности. Абсолютно там это все можно сделать. Окей, идем дальше. Также блокчейн-фонд не только занимается зарабатыванием денег, также блокчейн-фонд занимается благотворительностью. И в конце года, в преддверии Нового года, мы проводили, соответственно, благотворительную акцию. То есть есть, к сожалению, в нашем мире те дети, у которых могло бы не быть Нового года, у которых нет родителей, или от которых отказались родители, у которых нет возможности отметить или отпраздновать Новый год. И блокчейн-фонд, соответственно, во всех городах и регионах, где есть наши партнеры, да, мы организовали такую акцию. И мы, соответственно, этим детям для них устроили Новый год и дарили для них подарки. Здесь вот вы можете видеть у нас Алмату, Астану, также здесь у нас вот есть Питер, да, то есть в Питере справа, внизу и слева, внизу наши партнеры как раз для детей устроили такое целое мероприятие. Они их привезли, там, вот видите, в зал, да, и для них было целое там выступление, да, с Дедом Морозом и вручением подарков. Вот, поэтому также присоединяйтесь к нашей благотворительной акции. Да, всем будем рады и участвуйте в ней, абсолютно все города и регионы. Окей, идем дальше. Вот, кстати говоря, чат в Телеграме наш, просьба его сфотографировать, записать, скриншот сделать или прямо сейчас достать телефоны и достать, вернее, открыть Телеграм и ввести вот название блокчейн подчерк фонд. Там следите за всеми новостями в технологиях блокчейн по криптовалютам, да, какие страны принимают, те или иные законы, выходит какая-то новая криптовалюта, какие-то там инсайды бывают, в том числе здесь наши мероприятия, мероприятия фонда, то есть где фонд, в каких выставках участвует, будет участвовать, где он проводит какие-то, в том числе, благотворительные акции. Отчетность фонда здесь, соответственно, также публикуется, сколько фонд сделал процентов за тот или иной месяц, ну и так далее. То есть здесь вы можете также этот канал скинуть своим друзьям, знакомым, просто чтобы люди были в курсе рынка криптовалюта, он очень полезный, чтобы они знали, что, собственно говоря, у них происходит. Окей, надеюсь, все записали, идем дальше. Следующее направление нашего бизнеса, немножко поговорим, об этом я скажу, об этом немножко короче, блокчейн фонд партнерс, то есть это, нами с нами, партнерская программа. Это высокодоходный бизнес на криптовалютах. И коротенечко по ней я пройдусь и покажу результаты. Мы, соответственно, выбрали франшизу. Франшиза как один из самых эффективных способов в мире для продолжения этого бизнеса. В фонде у нас существует, ну, принята такая франчайзинговая модель. Четыре вида франшизы. Франшиза стоит 250 долларов, 1000 долларов, 5000 долларов и 10000 долларов. От чего зависит дальняя франшиза? Основное – это процент получения прибыли с вашей агентской или партнерской сети. То есть, иными словами, чем дороже франшизу вы купили, тем больше процентов вы получите по партнерке. Вот так вкратце. Я сейчас подробно не буду о них расписывать. Я по результатам позже скажу. Так, дальше эти слайды пропустим. Это тоже вы можете спросить у ваших пригласителей. Вот. Этот слайд для меня важен. Расчет дохода за привлеченные инвестиции. Давайте вот на него обратим внимание. Давайте, к примеру, представим, что вы за какое-то время привлекли в фонд 1 миллион долларов. Соответственно, у вас может быть за период месяц 3-5 месяцев. То есть, период здесь абсолютно не важен. То есть, все идет накопительно в нашей партнерке. Также количество людей не важно. То есть, на миллион долларов у вас может быть как 10 инвесторов по 100 тысяч, так и тысячу инвесторов, как и 10 тысяч инвесторов. Это также не суть важно. К примеру, за какой-то срок вы привлекли энное количество инвесторов. Общий объем их инвестиций составил 1 миллион долларов. Дальше представим, к примеру, что прибыль за месяц фонд сделал 50%. В денежном эквиваленте выражения это 500 тысяч долларов. Дальше также, к примеру, представим, что вся доходность у них поделится 50 на 50. Как я уже и говорил ранее, доходность у нас распределяется по таблице распределения прибыли. Ну, мы просто, к примеру, возьмем для удобного расчета, что всю прибыль мы поделили ровно 50 на 50. То есть, 50% получат все клиенты за месяц, это 250 тысяч долларов. А 50% получат фонд, это 250 тысяч долларов. Так вот, те 250 тысяч долларов, которые получает фонд, фонд забирает себе за успех или за управление, они, обратите внимание, друзья, делятся на 4 части. 10% уходят в резервный фонд. Для чего нужен резервный фонд? Как я вам говорил в самом начале, он нужен для третьего продукта. А третий продукт у нас 24% годовых. За счет чего они плачутся? За счет резервного фонда. Вернее, страхуются резервным фондом. За счет чего они гарантируются? За счет того, что у нас есть резервный фонд. И в случае того, если мы не сделаем этот процент за год, соответственно, мы заплатим из этого резервного фонда деньги. Окей, следующие 10% ведут в фонд развития партнерской сети. Дальше, 40% — это прибыль блокчейн-фонда. Здесь идет, соответственно, оплата трейдерам, программистам и другие сопутствующие расходы, и, собственно говоря, и прибыль самого фонда. И последнее 40% — это самое важное — это CIVI. Комиссиум Волум. Достроено, как переводится, как комиссионный объем. Или те деньги, которые идут на выплату агентской и партнерской сети. Их мы как раз берем за 100%, и, соответственно, с них платится тот или иной процент. В данном случае у нас эта сумма составила ровно 100 тысяч долларов. Вы, соответственно, привлекая такой объем — миллион долларов, получите два вида бонуса, два вида дохода. Первый вид дохода — это линиейный бонус. С первого уровня вы получите 21%. Это 21 тысяча долларов. И есть второй — лидерский бонус. То есть при выполнении определенных условий, соответственно, если у вас оборот в группе в сети становится все больше и больше, вы получаете определенный лидерский бонус, который также все больше и больше по процентам. В данном случае он у вас составит 9%. Вы получите 9 тысяч долларов. Соответственно, итого вы получите 21 тысячу по линейному бонусу и 9 тысяч по лидерскому бонусу. Суммарно это составит 30 тысяч долларов. Ежемесячно вы будете получать. Но обратите внимание, ежемесячно вы эти деньги будете получать в том случае, если все ваши инвесторы ежемесячно всю прибыль будут снимать и забирать у вас. А, к примеру, если эти инвесторы будут эту прибыль дальше капитализировать, то есть, иными словами, если инвестор прибыль получил и не снимает ее, оставил дальше и пролонгирует ее, то есть, получил, дальше положил на счет, то есть, ничего с ней не делает, прибыль автоматически капитализируется, уже начисляется процент на процент. Тем самым, в следующем месяце инвестор получит больше и вы, соответственно, больше. И вот ниже как раз приведем такой пример. За второй месяц вы уже получите не 30 тысяч долларов, а 37, за третий – 46, за четвертый – 58 и так далее, и так далее. И, в общем, ваш суммарный доход за год составит более, друзья, обратите внимание, более 1 миллиона долларов. То есть, представьте, вы миллион долларов привлекли, и за год вы комиссионных, с учетом капитализации, с учетом того, что эти люди деньги будут не трогать, не забирать, а дальше капитализировать, вы получите больше 1 миллиона долларов. Это просто супер, такого еще нигде не видел. Давайте я скажу вам на примере, как это происходит в других компаниях, если так это можно назвать. Например, возьмем классическую компанию с классического финансового рынка, БКС – брокер-кредит-сервис. Там работают финансовые консультанты или финансовые менеджеры, которые также звонят, зовут клиентов офис и привлекают инвестиции, чтобы люди в них вложили инвестиции, купили какие-то стандартные классические институционные портфели, куда-то вложили в классические акции деньги. Так вот, эти институционные консультанты получают от 0,2% до 1% привлеченной суммы максимум. То есть, представьте, если этот консультант привлечет 1 миллион долларов, он получит максимум, максимум, друзья, 1%, что составит 10 тысяч долларов всего лишь. Разово, обратите внимание, разово и все. Чтобы получать ему деньги, что нужно делать дальше? Работать. Ему нужно брать телефон, искать новые контакты, новых людей, новых инвесторов, звонить и дальше, соответственно, искать этих людей. Все. Дальше возьмем другие компании, ну, как есть, назовем их там, финансовые пирамидки, да, или другие какие-то финансовые компании, у которых нету отчетности и непрозрачности, да, это, скорее всего, там, хайпы и пирамиды. Эти компании в среднем платят от 5 до 9% даже с привлеченных денег, да, соответственно. Возьмем в среднем, где-то они платят 7%. То есть, максимум, если вы привлекли в такой компании 1 миллион долларов, то вам разово, опять же, разово заплатят 7% в среднем. Это составит 70 тысяч долларов. То есть, вы получите разово. Чтобы получить еще новые деньги, вам нужно делать, искать новых, ну, не побыстрее того слова, хомяков, которые вложат в эту непонятную компанию еще денег, и вы, соответственно, опять получите. В нашем взрослой случае вы разово привлекли 1 миллион долларов, и вы ежемесячно получаете, соответственно, за это деньги. Вы миллион привлекли, и за год комиссионных вам больше миллиона долларов придет. Вот это тоже супер, друзья. Такого еще не видел нигде и никак. Давайте к следующему слайду. Пример как раз начисления этих самых комиссионных, да, которых я сказал. Мало того, вы эти деньги получать будете не ежемесячно, а фактически каждый день. Давайте, к примеру, представим, что вы на протяжении трех месяцев привлекали инвесторов и создавали какую-то агентскую или партнерскую сеть. У вас были инвесторы, кто инвестировал 5-го числа, кто-то 10-го, кто-то 15-го, кто-то 20-го, первый месяц. Наступает второй месяц. И у этих инвесторов, у которых 5-го числа был вклад, они 5-го числа заканчиваются первый месяц. Фонд, соответственно, берет свою комиссию за управление за успех и делится этой комиссией с вами. То есть вы 5-го числа с них получили, с кого-то 10-го получили, с кого-то 15-го, с кого-то 20-го. На второй месяц у вас уже будут инвесторы, кто инвестировал деньги 6-го числа, кто инвестировал деньги 11-го числа, кто-то 17-го числа, кто-то 21-го, наступает третий месяц, и уже получаете и 5-го, и 6-го, и 8-го, и 15-го, и 16-го, и 21-го и так далее. И на самом деле спустя где-то месяца 2-3 при активной работе у вас каждый день капают те самые комиссионные начисления. Это как раз показан тут маленький скриншот одного из наших партнеров, и только вот за второе число, то есть влезло сколько влезло, как говорится сюда, он получает за третье, за четвертое, и чуть-чуть видно тут за пятое поколение сколько. Вот видите доход, предпоследняя табличка, сколько получил, соответственно, инвестор денег. Самая правая колонка, которая введена красным, это сколько получил, соответственно, этот партнер комиссионных, да, с его инвесторов. То есть видите, комиссионных он получил 1000 долларов, 4 доллара, с кого-то 2 доллара комиссионных, с кого-то всего 14, с кого-то 100 долларов комиссионных, с кого-то 26, с кого-то вообще полдоллара комиссионных, Но с кого-то 600, 23 доллара комиссионных, с кого-то 549 комиссионных. То есть, этого сумма прибыли составила более 2400 долларов. То есть, практически 2500 долларов, это сколько вот сюда влезло. На самом деле, он получил больше только лишь за второе число и только лишь за третье, четвертое и пятое поколение. Вот так у нас уже начисляются деньги. А мы, как я уже сказал, работаем всего лишь с августа месяца, то есть, всего лишь несколько месяцев работаем. И уже в нашем фонде есть люди, кто ежедневно получают больше 4-5 тысяч долларов. И уже есть в фонде те люди, таких уже людей, наверное, больше десятка, у кого суммарный объем инвестиций под них составил больше 1 миллиона долларов. Это что значит, как я вам уже сказал? Значит, они за год уже обречены на успех, и эти люди за год получат больше 1 миллиона долларов только комиссионных, только пассива, да, соответственно, без уже активной работы. Окей, что дальше, что нужно сделать дальше? Теперь обязательно обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил на данный вебинар, кто, соответственно, вас сюда позвал. Обязательно возьмите у него ссылку для регистрации. Регистрация, друзья, у нас в фонд бесплатная. После того, как вы зарегистрируетесь, вы можете уже создавать вашу агентскую партнерскую сеть. У вас уже будет личный кабинет, где у вас будет ваша личная, ваша лично индивидуальная ссылка, которую вы можете скидывать. И вот также другим вашим потенциальным партнерам, либо инвесторам. И, соответственно, самое важное и интересное, уже вы будете получать доход вместе с блокчейн-фондом. Либо вы инвестируете деньги, либо вы начнете создавать вашу агентскую партнерскую сеть. Вот. У меня на этом, друзья, все. Давайте как-то мы вернемся обратно. Как это сделать? Во, все. Возвращаемся обратно. Все. Давайте теперь буквально 5 минут ответы на вопросы. Вопросы у вас есть вверху, где-то вправо, да? Насколько я понимаю. Кнопочка такая есть у вас, вопросы вверху. Туда быстро можно сейчас написать вопросы. 5 минут. И, соответственно, я дальше буду продолжать. Так, вопросы. Давайте наверх. Вопросы, вопросы. Считается чистым, без вычета фонда. Татьяна Спрашенко, процент чистым? Да, процент, который я показывал на слайдах, он чистый, без вычета, без управления фонда. У каждого свой процент. Зависит от чего? Зависит от суммы. Чем больше сумма вклада, тем выше процент распределения прибыли. Запись вебинара не знаю. Будет или нет. Законно ли деятельность фонда на территории России? Да, на территории России деятельность фонда законно. Почему? Потому что в России пока нет законодательства, которое бы разрешало и запрещало, соответственно. Пока это все дело законно. В России, как появится законодательство, будем регистрироваться в России. Фонд зарегистрирован в Ирландии, в Европе. Дальше вопрос. Я так понимаю, распределение по месяцам процента – это заработок в фонду. Значит, инвестор получает эту сумму, да, 40 на 60, 50 на 50 и так далее. В зависимости от суммы, которую вы инвестировали, распределение прибыли. Таблица распределения прибыли. Стоит, какие планы фонда, если есть надежность, фонд проработает один год. Планы фонда, ну, соответственно, как вы видите, грандиозные. Собрать в этом году там 100 миллионов и миллиард уже долларов и иметь, я не знаю, там около 100 тысяч партнеров. Так. Так, вопрос у меня, как у нас именно в балансе поступают средства после месяца, я так понимаю, через месяц, поскольку у меня замороженное. Да, месяц, обратите внимание, месяц у вас сумма будет на счету замороженная. Через месяц вы можете снять как процент, так и все ваше тело. Когда будут платежные системы и карты? В конце этого месяца, не знаю, успеем или нет, в следующем, то есть в ближайшие уже месяцы будет. Когда выводить средства? Как выводить средства и когда? Средства выводятся на ваш биткоин-кошелек, по запросу можно вывести абсолютно криптовалютой, эфириум, лайнкоином, риплом, абсолютно любой. Через месяц у вас доступна сумма и через месяц хоть 30-го числа, 31-го, 35-го, на 45-й день вы можете вывести абсолютно любую сумму, как ваше тело, так и процент, который сверху. Вывод по регламенту 1-3 дня в среднем занимает он 80-90% вывода средств за течение одних суток. Можно ли приглашать партнеров, если не внести свой депозит? Да, можно приглашать партнеров, вы можете зарегистрироваться бесплатно, у вас уже будет ваша ссылка, но вы будете получать 1% от CV, от комиссии, которую выделяет фонд. Где взять новые слайды? Взять новые слайды, они будут в наших чатах, позже выложу в чатах. Когда планируется переход с бета-версии в ближайших месяцах, там в феврале, может быть, примерно, представительства деятельности фондов Белоруссии пока нет, у нас уже туда зовут. Спасибо за ответы. О, хороший вопрос Евгений Меркуев задал. Это пирамида нового поколения. Приглашаю инвесторов, чем рискует куратор? Ничем он не рискует. Где вы здесь увидели пирамиду? Как вы, если вы правильно слушали, меня услышали. Фонд не выплачивает деньги с вновь привлеченных людей. Обратите внимание, если вы как инвестор, заходите в фонд, вы инвестируете 100 тысяч долларов, абсолютно на все 100 тысяч долларов покупаются криптовалютные активы. То есть все деньги идут в работу. Фонд выплачивает деньги только с прибыли. И даже если сегодня, через, не знаю, неделю, через месяц, через год, абсолютно все инвесторы нашего фонда, одновременно нажмут вывести все абсолютно их деньги, да, с учетом процентов, которые у них есть, накапали за это время. Фонд с легкостью в течение суток, там, максимум трех по регламенту, выведет им все деньги. Абсолютно. Чего, к сожалению, не может, как вы знаете, сделать наши банки или любой финансовой организации. Почему? Потому что у них нет денег, а у нас есть деньги, которые лежат абсолютно все на счета. Потому что смарт-контракт ежедневно парсит, да, собирает данные со всех наших бирж и смотрит, сколько всего денег. Лидерам, обращайтесь, лидеры, вы видели, как это уже делается. Вот так, друзья. То есть фактически, как говорят, скама быть не может. Так, я думаю, у нас все, друзья. Всем спасибо. Как я уже сказал, сейчас обратитесь к тому человеку, кто вас пригласил. Возьмите обязательно у него ссылку, запросите у него какие-то подробные вопросы, как зарегистрироваться, как купить французу, что он получит и так далее. Все, я закрываю чат, чтобы вопросов больше не было, чтобы тут с фула спама не писали и так далее. Всем огромное спасибо. Так, всем огромное спасибо. Всех с наступившим Новым годом и всем успехов, друзья. Все, пока-пока. Обращайтесь с тем... Продолжение следует...